Всем привет, с вами Марта Свит, и я очень давно хотела снять какое-нибудь разговорное видео. Вы часто пишете мне в директ с вопросами, какие фильмы посоветовать к просмотрам. И именно сегодня я бы хотела рассказать вам, какие фильмы или сериалы вы можете посмотреть, когда вам скучно. Честно скажу, я не являюсь сильным фанатом кинематографа, не отслеживаю премьеры новых сериалов и фильмов. Но когда на улице мерзопакостная погода, скучно и нечего делать, я обожаю зависнуть на каком-нибудь сериале. И именно поэтому сегодня поделюсь с вами своими фаворитами. Это видео я решила записать совершенно спонтанно, поэтому все фильмы, которые сейчас крутятся в моей голове, зацепили меня чем-то своим. И первый фильм, про который хочу вам рассказать, это «Убийство в Восточном экспрессе». Фильм снят и выпущен совсем недавно. Это детектив, и он зацепил меня очень захватывающим сюжетом. Там все держится в интриге до самого конца. Сначала я думала, что убийца это один человек, потом оказалось, что это совсем не тот человек. Раскрывать до конца все тайны не буду. Мне кажется, он всем понравится, поэтому обязательно посмотрите. Следующий фильм с не менее захватывающим сюжетом, это фильм «Геошторм». Если честно, я сидела на нервах до самого конца фильма. Этот фильм про то, как один человек, в буквальном смысле, спасает весь мир от «Геошторма». Мне кажется, он понравится всем. Там очень много реально крутых спецэффектов. И мне этот жанр действительно по душе. Рекомендую к просмотру. Теперь перейдем к сериалам. Сериал, который хочу вам посоветовать в первую очередь, это сериал «Сотня». Он по сюжету чем-то похож на «Геошторм». Только он намного захватывающий, растянут на много-много серии сезонов. Он мне действительно понравился, всем рекомендую. Следующий сериал, по-моему, входит в топ сериалов для подростков. Это сериал «Волчонок», в котором рассказывается про одного подростка, который в один момент узнает, что в полноунии он становится оборотнем. И на протяжении всего сериала рассказывается про его сложную и необычную подростковую жизнь. Еще один сериал «Жизни подростков», который я совсем недавно начала смотреть, это «Красные браслеты». Его сюжет снят в больнице, и все герои больны очень сложными и действительно страшными болезнями, не исключая рак. И этот сериал не для слабонервных местами. Хотя я посмотрела только несколько первых серий, я уже не раз плакала. Но, несмотря на это, это действительно крутой и захватывающий сериал. Еще один сериал пришел мне в голову буквально только что. Это сериал «Шерлок Холмс». Да, кто-то из вас скажет, что он безумно заезженный, уставший и мейстримный. Но я скажу вам так, что нет. Это, конечно, сугубо мое мнение, но я готова его пересматривать тысячи раз с удовольствием. Мне действительно интересно смотреть про то, как Шерлок Холмс рассказывает то, как он расследует действительно сложные и поначалу непонятные совсем дела. Если из моих зрителей есть тот, кто его до сих пор не смотрел, обязательно посмотрите. Еще один сериал. Это турецкий сериал. Кто-то скажет, что «Та блин, это же полная чушь!» Мне он действительно очень нравится. Мне его посоветовала моя подруга Настя, когда мы вместе с ней отдыхали этим летом. Этот сериал «Запах клубники». Он действительно очень интересный. В нем рассказывается про то, как две девушки приезжают в абсолютно незнакомый город, чтобы работать, но оказывается, что их место работы закрывают, и им надо как-то выкарабкиваться из этой ситуации. Так, я уже чувствую себя прям сериаломаном. Но я просто не могу вам не посоветовать такие сериалы, как «Под куполом», «Сверхъестественное», «Однажды в сказке», «Ходячие мертвецы», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Библиотекари» и вообще этот список может стать просто бесконечным. Кстати, я хочу открыть для себя какие-нибудь новые фильмы и сериалы, поэтому обязательно пишите их внизу в комментариях, делитесь своими фаворитами с другими и со мной. Кстати, давайте наберем 100 лайков под этим видео, и я расскажу вам, что интересного можно почитать. Подписывайтесь на мой канал, пишите позитивные комментарии, ставьте лайки, пока-пока!